Идеальная пропорция верхового и низинного торфа. Полезные бактерии, защищающие от черной ножки и других болезней. Стимулятор роста, гумат. Все это биогрунт-богатырь новый, обеззараженный. Биогрунт-богатырь. Крепкие всходы, богатый урожай. Здравствуйте, с вами Голова Садовая и Снежана. Сегодня мы будем пикировать сельдерей. У всех видов сельдерея длительный вегетационный период. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, нам необходимо выращивать его рассадным способом. Семена сельдерея очень мелкие. Посадить их в отдельные стаканчики просто невозможно. Поэтому высевая их в общий контейнер, мы должны их распикировать. Друзья, в своих предыдущих видео я вам уже говорила, что я из Сибири и очень люблю использовать при посеве семян снег. Так вот, я хочу сказать, что сельдерей, посеянный на снег, гораздо лучше, чем посеянный сразу в землю. Всходы крепче и поскольку посеянные семена на снег очень хорошо видно, то их можно более равномерно распределить по поверхности. Они не будут настолько загущены. Пикировку сельдерея проводят, когда появляются два настоящих листочка. Это примерно на сороковой день после появления всходов. Пикировку можно проводить сразу в стаканчике, а можно и в кассеты. Я буду использовать вот такие 200 граммовые стаканчики. Объема мне будет достаточно до пересадки нашей рассады в землю, в открытый грунт. В качестве грунта я приобрела готовую почвовую смесь для рассады, обеззараженную. Добавила лишь в нее вермикулит для того, чтобы она была более рыхлая и влагоемкая и воздухопроницаемая. Наполняем стаканчики нашим грунтом практически до верха и немного утрамбовываем. Проливаем хорошо тепленькой водичкой наши стаканчики с землей и переходим непосредственно к пикировке. Далее при помощи вилки извлекаем часть нашей рассады и начинаем разделять сеянцы друг от друга. Предварительно я очень хорошо пролила нашу рассаду, так она легче отделяется друг от друга и мы сможем отделить самые самые сильные росточки. Делаем отверстия в наших стаканчиках и будем сажать нашу рассаду. Обязательно прищипываем центральный корень где-то на одну треть, это примерно на один сантиметр. Благодаря этому наш саженец нарастит мощную, сильную корневую систему и будет питать наше растение. Пойдут отсюда боковые корни и он сразу же пойдет в рост. Друзья, и очень важно у сельдерея не заглубить корневую шейку, это место откуда появляются новые листочки. Если заглубить корневую шейку, то наш сельдерей начнет загнивать и погибнет. Прищипываем корень и опускаем в лунку. Наше растение посажено, теперь при помощи груши немного поливаем и убираем в теплое светлое место обязательно без попадания прямых солнечных лучей. И уже через пару дней наше растение окрепнут, поднимутся и начнут наращивать зеленую массу. Через две недели, если у вас есть желание, у меня грунт питательный, поэтому я не буду пока удобрять ничем свою рассаду, но если у вас грунт не питательный, то через две недели обязательно пролейте комплексным удобрением для рассады. Но при этом обязательно сохраняйте пропорцию не такую, которая написана на упаковке или на флаконе, а сделайте ее слабее раза в два, чтобы не повредить еще не окрепшие тонкие корешки наших растений. Друзья, сегодня я вам рассказывала про пикировку черешкового и листового сельдерея. У корневого сельдерея совершенно другая агротехника. А я с вами прощаюсь, с вами была Голова Садовая и Снежана. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова